Добрый день, дорогие друзья! Я вас приветствую в Джимате. Налее у нас проход туристский, туда у нас джиматинский проезд к морю. И сегодня мы приехали в то место, которое было застроено, и здесь начались сносы. Как обещал много лет назад губернатор, говорит, то ли есть власть на Кубани, то ли нет. Если есть, снести походу все-таки есть, ребятки. Но снесется не все вот эти строения, я так это понимаю, и останется на месте, как есть. Хотя кто его знает, а вдруг... Ну, пойдемте покажу вам, что вообще происходит. Сегодня у нас солнечно, здесь мы спрятаны от северного ветра. И довольно-таки хорошая погода, но самое главное, что дует северный ветер. И сегодня можно будет покататься, правда, не в море, а на лимане. Потому что кататься лоджим это опасно. В общем, вот они строения, которые на проходе тут к морю. Хотя сложно таким назвать, страшно некрасиво все здесь выглядит. И, друзья, смотрите, вот первые моменты сноса. Для меня, конечно, больно и непонятно, почему вот эти участки вообще выделены, почему их не вернуть обратно в пляжи. Видите, тут тоже забор входит туда в море. И обратите внимание на то, что здесь происходит. Видите, у нас также произошли сносы строений, на которые там тоже получали когда-то люди разрешение. В итоге это все превратилось в такое, так сказать, место захоронения. Вот это вот мусора стоят кучи. Я не знаю, конечно, как здесь будет. Дойдет ли потом вот до этих строений. Тут вообще как бы нарушение строительства, да, там притык стены к стенам. Стоят жить просто, смотришь на это, на все. Почему нельзя сразу это видеть. Тем более мы били, так сказать, тревогу, потому что здесь происходит. Так, гляди, дойдут еще и до феи пятой, так называемой в народе, которая находится у нас на Витязевской косе. Да, масштаб, конечно, поражает. Сегодня Пасха, наверное, поэтому здесь работы не ведутся. Пользуясь случаем, всех поздравляю. Христос воскресе, дорогие друзья. Наши дюны. А вот здесь вот стоял губернатор на этом месте. Тут он делает такую площадку. И он только говорил, что то ли есть, то ли нет. Ну, в общем, огромное количество труда, средств, материалов строительных сейчас уничтожается. Ну, и большой вопрос, конечно, коснется ли это того строения, которое за ним находится. Потому что строились они одновременно, в принципе. Самое обидное, что в этом месте уничтожены дюны. О, здесь тоже что-то происходит. Машина какая-то по пляжу катается. Там сподолазы в море. Блин, вот это я приехал, слушайте. И здесь вот из-за того, что песок отсюда выгребали. Высыпали сюда, высыпали в море. Превратили наши дюны, соответственно, в свалку мусора. Это прям убивает. Ну, только ладно, это не они. Я тогда здесь ругался с этими трактористами. Они мне, знаете, что сказали. А ты что, блядь, вообще переживаешь? Ты что, есть это гостиница, что ли? Я говорю, да нету, блин. Вообще просто местный житель. Тут на этих пляжах не купаюсь, потому что здесь, в принципе, джимоте. Я переживаю, потому что хочется, чтобы нашим потомкам, детям, что-нибудь осталось. Вот видите, во что превращены наши рекреационные ресурсы. Здесь уже постепенно выставляют пляжи. Там, я смотрю, кто-то купается в море. Вот здесь прям интересно. Центр Спас работает. Непростые просто. А долазы, походу, что-то нашли в этом месте. Возможно, тоже эхо войны. Так что, будьте бдительны. Если что-то интересное, думаю, мы в новостях с вами об этом узнаем. Хочу просто забраться повыше и показать вам, как выглядит операция. Оставшийся Лох-Серебиса. Вы не посчитаете, какие здесь деревья были в этом месте. Такое местечко было красиво. Приходишь, с Дюн смотришь на море. Но в итоге получаем то, что получаем. Хочу сказать, что вот эти здания также стоят на одной линии с этими стройками. Будем, говорится, следить за обстановкой и обо всем вам рассказывать. Ну и раз уж пришли на море, давайте и до моря, что ли, отбежим. Посмотрим, как там. У нас на страже, я вам не смогу приблизить, показать. У нас стоит кораблик, охраняет Анапу. Это очень хорошо. Меня, по крайней мере, это радует, как говорится. Под наблюдением военных чувствуешься более, так сказать, живым и счастливым человеком. Ну, это в плане того, что за нас беспокоятся, нас переживают. Очень хорошо. Вообще, у нас здесь выход в море маломерных судов запрещен в районе наших потоков. Ну, я смотрю, что регата проходит в том месте за мысом. У нас и сегодня как раз таки стартер. Маломерных сюда ходят. Наверное, уже запреты сняли. Вот, мне все-таки интересно, что ребята там обнаружили, что сюда приехали такой большой компанией. Радует, что смогу вам сегодня показать море. Такое практически недвижимое, гладкое, прекрасное. Еще и чистое при этом. Смотрите, какая красота, ребята. Водичка просто манит. Но, еще раз говорю, сегодня отжим на этом ветре в море кататься, конечно же, опасно. Ну, дай бог, что просто, может, какой-то металл достают, убирают. В общем, с вами был Юрий Озаровский с новостями с Джимотем. Пишите, как вы к этому относитесь, к этим сносам. Людей, кстати, туда огромное количество. Из ту сторону огромное количество. Подписывайтесь в группу ВКонтакте Юрия Озаровского. Также ждем вас в Телеграме Юрия Озаровского. Ну, а Яндекс.Дзен, это вообще будет благодарочка Юрия Озаровского. Подпишитесь. Всем привет, Черноморский. С вами был Юрий Озаровский. Тавтология. Пока. Продолжение следует...